Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Известнейший украинский политолог Вадим Карасёв, со мной на связи. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Витаю вас. Вадим Юрьевич, нужен чёткий и понятный анализ происходящих на уровне международном и, ну скажем так, с отображением во внутриполитическую ситуацию вот этих событий, которые наполонили в начале этой недели, в принципе, да, вот информационное пространство. Есть уже китайско-французский мирный посыл, план пока нет, но Макрон будет всё разрабатывать и согласовывать с китайцами. А политико пишет о, ну, неком, скажем так, автократическом стиле, который там приобретает Зеленский, что в теории не исключает Майдан в Украине против Зеленского. То есть мы видим, как с одной стороны вот этот мирный трек, он как бы набирает обороты и включаются уже французы туда, а с другой стороны видим, что политико в своём анализе, ну, как-то подмывает стойкость режима, который вот будет идти до конца, потому что, ну, назад дороги нет. Ну и всё это накладывается на ожидание контрнаступления. Я хочу от вас для начала услышать вот характеристику этого периода. Это период тотальной дезинформации или, ну, таких очень серьёзных сигналов, которые просто не все могут считать. Считывать. Сигналы считают, так, и считают, и считывают. Ну, сигнальные как бы вещи пошли, понятно, если всё-таки дело движется к перемирию, после наступления, правда, так, после последнего, скажем так, решительного наступления и набирают всё-таки тренд на мирное или военно-дипломатическое, скажем так, решение и финализацию войны в Украине. Финализация дело идёт. В каком варианте, как будет военное наступление, пока, скобочку за скобочкой, выведем, идёт. Значит, что получается? Надо подумать, о какой будет мир. Не просто как отсутствие войны. Вот есть мир, как отсутствие войны. А есть ещё понятие гражданского мира. Будет ли гражданский мир? После того, как закончится внешняя война, то, что греки называли, древние греки называли «полемос» — война, и часто окончание и финализация «полемоса» сопровождалось или превращалось в стазис, во внутренние войны. Можно это назвать там «ражданская война», если вот использовать работы Джорджа Агамбена, известнейшего европейского философа, итальянского философа. Можно в других формулировках, современных, там «политическая турбулентность» или «активизация внутренней политики», потому что война — это крайняя форма внешней политики, вооружённая форма внешней политики, или как писал же Клаузе Виттс, война — это продолжение политики другими средствами. Так вот, когда завершается война, как продолжение политики другими средствами, то есть военными, вооружёнными средствами, тогда возвращается внутренняя политика со своими уже проблемами, новыми и новыми проблемами, и традиционными проблемами. А если на это накладывается то или иное недовольство или недовольство тем или иным способом финализации или той или иной финализации войны или конфликта, разные же могут быть варианты. А, как подчёркивают многие сегодня на Западе, абсолютной победы не будет ни у кого. Всегда, если нет абсолютной победы, и это не до победы, то всегда будут критики, почему такой финал войны, а не тот, который бы с их точки зрения, или на словах, они бы достигли. Но всегда же оппозиция преувеличивает, или противники власти преувеличивают свои способности и возможности. Это их жанр в этом состоит. И тогда, конечно, послевоенный период, скажем так, уже мирный, послевоенный период, он, конечно, всегда тоже несёт новые политические риски. Уже внутренние политические риски. Внешние ещё не снимаются полностью, но уже внутренние появляются. И понятно, что такая ситуация вполне возможна в Украине. Многие будут спрашивать, недовольные недопобеды, могут быть спрашивать о цене такой недопобеды, или даже полной победы. Экономической, человеческой, финансовой, геополитической и так далее. И понятно, что это вызов для Зеленского, для власти. Я сразу спрошу, потому что потом, сейчас объясните, я сразу просто спрошу, чтобы развеять или конспирологию, или наоборот, сфокусировать внимание, но ведь много же мы говорим на протяжении вот этого года, ну, по крайней мере, полугода последних точно, что не так, наверное, страшен для Украины враг внешний, как отсутствие этого внешнего врага и агрессии, что перегрызём друг друга внутри. Может ли вот эта ситуация быть, ну, в том числе, и планом страны-агрессора? Планом стороны агрессора стало всё-таки внешнее военное вторжение или агрессия, потому что они рассчитывали на это, но не получили. Хотя, конечно, ситуация в Украине была нестабильная и постоянно турбулентная, начиная, ну, и до 14-го года, и после 14-го года. Другое дело, что внешний враг, он всегда сплачивает, особенно внешний военный враг. Это сплочение. Это собирание всех под одним флагом. А вот когда наступают, скажем, менее опасные с точки зрения внешних сил времена, что это долгий процесс мира будет, но он же как-то закончится какими-то гарантиями безопасности, каким-то стабилизацией ситуации на внешнем периоде, восточном, так, или в северо-восточном периметре, и так далее. Тогда, конечно, вот эти все внутренние распри, разделение, недовольство, тем более, что это все-таки сразу не получится, там, восстановить экономику, всех удовлетворить, скажем, что многие скажут, победа есть военная, где наша победа? Наша социальная победа, экономическая победа. Как ее пощупать, эту внешнюю победу? В карманах своих, так сказать, в уровне жизни, в ценах, справедливости, в характере общественных отношений, даже при самых, при самых оптимистичных и благоприятных возможностях, или финале войны, тем не менее, такие вопросы будут возникать. Вот почему уже и западная пресса, и внутри Украины уже разговоры начинаются там о выборах, потому что ответ, скажем, ответ какой может быть на вот эту внутреннюю, скажем так, неустойчивость, внутреннюю, внутренние вызовы, на внутреннюю турбулентность, какой? Либо закручивать гайки, а это значит то, что и назвало политику авторитарными тенденциями лидерства Зеленского. Отсеть его. Там не автократический стиль, а, по-моему, все-таки авторитарные тенденции. Лидерство Зеленского. Да, потому что будет такой соблазн, как бы закрутить гайки, тем более у нас у каждого президента был такой соблазн. Так, закручивать. У кого-то получалось, у кого-то не очень, а кто-то как бы робко пытался это делать, и у него не получалось. Это первый. Или второй вариант, надо выборы проводить, перезаряжать как бы политическую систему, вводить новых игроков, в ходе выборов, обновлять электоральный мандат, кредит доверия. Выборы – это всегда кредит, тогда он дает, политический кредит. А выборы – это тоже в какой-то степени турбулентность, потому что выборы – это новый тип конкуренции, это опять внутренняя конкуренция, всегда наша, если говорить о конкурентных выборах. Поэтому и начали тут как бы разговоры идти, и политика зафиксировала их. Ну, по поводу Майдана. Но это не политика говорит, не корреспондент, а приводят слова Инна Сосу, народный депутат от «Голоса», которая сказала, что в Украине каждый 10 лет Майдан, вот надо ждать в 2024 году Майдан. Ну, 2004, 2013, 2014, и теперь 10 лет, еще одна десятилетка, и новый Майдан. Ну, это вряд ли. Можно, конечно, этим побрасаться вот такой как бы небольшой ретро, ретро, так, такой как бы, еще создать одну ретроутопию, еще один Майдан, третий, так, и небольшой, от этой короткой истории. Но вряд ли, это все-таки те Майданы, они в одном были, другая, где политика была. Кстати говоря, они пользовались, ну, как минимум, моральной поддержкой, как минимум, хотя на этом остановлюсь, с моральной поддержкой Запада, а сейчас вряд ли это будет. Так, если говорить о третьем Майдане. Во-вторых, даже попытки раскачать Майдан вот при Порошенко, там, в 16-17 году, они наталкивались на понимание украинским правящим классом, что это будет катастрофичным. Это уже будет не внутренняя разборка, не внутренние игры или там, внутренняя борьба за власть, а это будет играть на пользу внешнему врангу. Поэтому не допускали такой вариант. Кстати говоря, и посольство западной и большой семерки, и самой большой двойки англосаксонской, они не допускали этого даже, и этого не случилось. Так и сейчас это будет. Другой вопрос, что, конечно, выборы могут быть, я неоднократно говорил, что при разных, при любом раскладе в самом оптимистичном и не очень, выборы будут для этого, потому что нужен будет либо закрепить военную победу нынешней власти и президенту, ну, в таком, скажем, или президент победы, и затем уже двигаться дальше, и вся оппозиция будет как бы успокоиться. Если этого не сделать, то все равно через там 3-4 месяца до марта 24-го года рассеется вся эта победоносная, победоносная, скажем так, настроение, так, вот этот весь триумфализм, и на первый план выйдут что? Экономические, социальные и так далее, и так далее, проблемы. Это, кстати говоря, очень важная проблема для президентов или премьеров, так скажем, выборных властей победителей в войне. Классический пример уже банализирован до предела, это когда Черчилль после Второй мировой войны премьер-победитель проиграл либористу Этли на послевоенных выборах так в 1946 году, в 1946 году. Несмотря на то, что при нем Британия не пошла на сделку с Гитлером, наоборот, была объявлена война Гитлера, ну и потом это. Но есть более, скажем, свежий пример. Президент Буш старший после триумфальной победы буря в пустыне против Ирака, так, война против агрессии Ирака против Кувейта в 1991 году. Сразу же, только-только, рейтинги зашкаливали у Буша. Ну, еще при Черчилле таких рейтингов, мании такой не было. Так, а вот уже в современном мире рейтинг есть. И тем не менее, в 1992 году он проиграл выборы. Кому? Молодому, неизвестному сенатору из Арканзаса самый захолустный штат в Соединенных Штатах Америки, штат Арканзаса, самый бедный, малочисленный, но проиграл Биллу Клинтону, который пришел выбор и выиграл на экономике. Ключевой же месседж Клинтона был какой? В 1992 году. Это экономика, глупыш или дурачок, по-разному переводят, в то время, как Буш еще играл в войну в буря-пустыне и проиграл. Несмотря на авторитет, несмотря на авторитеты Рейгана и то, что Буш был главой ЦРУ, потом вице-президентом Рейгана и потом президентом, тем не менее, проиграли выборы. Так и тут все возможно, если вовремя не подсветиться и не провести досрочные выборы и правильно, так сказать, их администрировать и менеджерировать. Я ни в коем случае тут не говорю о незаконных методах, а просто говорю о выборе политического момента. То же самое касается в случае не очень, скажем так, приемлемого для нас финала войны. Много будет недовольства со стороны оппозиционеров, особенно Порошенко и других, но тогда тоже надо будут выборы, пока не опомнилась оппозиция, пока они еще не собрали силы до конца. Делается очень коротко и очень просто может быть даже. Отменяется военное положение, два месяца на избирательную кампанию и все. Вот вам выборы или парламент, или одновременно президентские, парламентские выборы. Я хочу вот здесь задать вопрос, который крутится на языке у многих, кто слушает вот эти модели. Мы, наверное, с вами проскочили и с точки зрения комментариев политико, и с точки зрения вот этих выборных моделей, наверное, самое главное, это итоги вот этой победы и что такое победа и что там за контрнаступление. Запад нас, ну там просто по-разному, кто как, кто говорит, может быть, нужно по чуть-чуть наступать, ну чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. А у меня к вам вопрос ввиду, сказанного вами выше, но ведь это же, ну вот послушайте, чисто теоретически, это же классная технология. ты берешь, не наступаешь, быстренько проводишь выборы, то ли электронным, то ли каким-то другим путем, да неважно, вот то ли на два дня отменяешь эту военную ситуацию в стране и побеждаешь на фоне ожидания контрнаступления. Почему вот этот вариант никто не рассматривает и все на сто процентов уверены, что что-то будет большое, решающее, главное и самое главное вот чуть ли там не в конце весны, в начале лета? Ну, потому что, во-первых, к наступлению есть возможности, это раз, во-вторых, политические цели максимальные, давно поставленные, это с освобождением Крыма, это два, другое дело, насколько они реалистичны и насколько они могут быть реализованы, это уже другой вопрос, но политики вообще-то должны ставиться максимальной цели, политики никто не должен ставить минимальную цель, потому что тогда это прогрешный вариант, политика всегда это игра по максимуму, другое дело, получается, не получается, это другое дело, но выборы, сейчас наступление нужно для того, чтобы усилить переговорные позиции Украины при переходе к военно-дипломатической финализации войны, или даже просто дипломатической финализации войны, обеспечить лучшие условия для переговоров и для уже последующих, скажем так, сделок, компромиссов, урегулирований, мирных договоров и так далее, это первое. Второе, с нынешних позиций будут критиковать, а почему, была возможность наступать, а вы знались уже, это раз, а во-вторых, ну, много не устраивает сегодня нынешнюю власть, а позиция тем более, потому что 17% или там кто-то чуть больше процентов оккупированно и аннексировано. Не очень, скажем так, хорошая исходная позиция для власти в случае вот последующего затухания конфликта, перевода в какую-то затухающую, подмороженную, тем более замороженную фазу и трансформацию этого холодного. Поэтому раз уже есть возможности, есть, скажем так, понимание и готовность военных следовать, это, ну, военные тоже принимают решения, они говорят, что возможно, что нет, по политикам сдаваться раньше наступления, это признание в какой-то степени поражения. А это значит отказаться от победы, от стремления к победе. Но, когда вы начинали этот вопрос, победа, какая она, победа, понимаете, посмотрим по итогам наступления, когда наступит военно-стратегическая ясность, новая, военно-стратегическая ясность, которая затем уже и даст возможность на базе вот этой ясности строить дальнейшие планы, после которых наступит уже геополитическая ясность, это когда то в какой-то, в каком-то виде начнутся переговоры, в каком-то месте и так далее. А затем это уже станет прологом или анонсом для внутренней, новой, внутриполитической ясности, которая окончательно сложится по итогам как президентских, так и парламентских выборов. Я просто еще тут так напомню, у нас по Конституции в этом году, в октябре, в конце октября выборы Верховной Рады Украины, очередные календарные выборы и очередные президентские выборы конец марта 24-го года. Так что, если тут что-то будет досрочно сделано, то это, скажем, не слишком уже так изменит календарь электоральный. Так что, все, вот уже сейчас уже все. Понимаете, вот последнее то, что стало таким как бы большим информационным или там дезинформация, для кого-то это информация, для кого-то дезинформация. Ну, в современном мире, в современной политике не бывает информации, чистой информации. То, что ин формирует человека, как человека думающего. Слово ин форм, то есть обеспечение внутренней формы. Ин это внутрь, а форм это форма. Человеку придается его внутренняя форма через сознание, мировоззрение, картину мира и в результате поведения. Как итог поведения. Такого нет. Информация сегодня наоборот должна отвлекать внимание. Должна рассеивать внимание человека. Она не должна его формировать как думающего, осознающего. А она должна формировать его как человека ведомого, ведущими, элитами, экспертами, медиа и так далее. Его должны вести. И чем меньше он думает, тем лучше для современной политики. потому что тогда бы все поехало наперекосяк, потому что у каждого сегодня есть свой инструмент. Это смартфон, айфон и так далее и тому подобное. Поэтому пусть это будет дезинформация, но вот она была последним таким всплеском или выплеском, для того, чтобы сформировать некий информационно-психологический плацдарм для наступления. Уже больше такого не будет. Поговорили об этом, настроили версии за, против, кому хорошо, кому плохо, кто готов, кто не готов и так далее. и так далее. Все. Теперь начинается новая волна как информа, так и дезинформа относительно того, что будет после наступления. Как будет финализироваться война. Отсюда и разные планы. Китайские, бразильские, теперь уже Макроновские планы, и это уже как бы западная коалиция подключается. Хотя и в такой форме как бы исключительной, так, или исключения, но она подключается к этому вопросу. Понятно уже, как бы идут уже и американские сигналы идут через медиа, ну, политика, это же издания, ориентирующиеся на Демпартию США и близко к администрации Байдена, так, это же не какое-нибудь там другое издание, тем более не какой-то там, скажем, сайт белых супрематистов американских, так, вот, или еще какие-нибудь, этот уже, видите, много говорит о том, уже какие-то и выставляются пожелания, даже иногда, так, такие пунктирные, но все-таки красные, хотя и пунктирные линии для Зеленского, которые он переходить не должен, уже и какие-то бросаются, скажем так, вещи, что есть какое-то недовольство тем, что, ну, скажем так, хвост виляет собакой, ну, вот буквально там неделю назад, нет, чуть меньше, да, в конце недели вышла очень такая показательная статья Foreign Policy, так, ну, это очень авторитетные авторы, политологи, эксперты, американские, Ричард Хаус и Чарльз Капчин, так, Ричард Хаус это президент Совета по международным отношениям в США, это такая неправительственная, но очень могучая организация, Чарльз Капчин это очень авторитетный профессор, так, и близок, близок, и авторитетный, и близкий к Белому Дому всегда был, но они пишут о том, что пора все-таки дать понять, что поддержка не может быть безусловной Украине целый год, целый год, как они пишут, ну, пример так, цикки, сейчас почти по памяти, целый год, фактически цели американского участия в войне определялись в Киеве, Украине, но теперь пришло время, когда следует осознать, что военно-политические цели, в том числе и с освобождением Крыма со стороны украинского руководства не всегда совпадают и не всегда должны совпадать с национальными приоритетами Соединенных Штатов Америки, и прежде всего внешнеполитическими приоритетами. Освобождение Крыма США не нужно, это если так просто? Нет, нужно, просто есть риски, есть риски, есть еще большая геополитика, есть еще Китай, есть еще Тайвань, есть еще другие. Для Украины это важнейший приоритет, но он не обязательно должен быть важнейшим приоритетом Соединенных Штатов Америки. Вот примерно так это написано было, я чуть-чуть там почти цитирую, возможно где-то запятую или пунктуацию не так выдержал. Так что это все уже идет сейчас, и вот эти Макрона планы, то что там он назначил Эммануэля Бона, своего ключевого внешнеполитического советника, как контактера основного с Китаем, с китайской дипломатией, главным дипломатом Китая, Ван И, вот, и они будут этот мирный план там как-то согласовывать и так далее. А зачем этот шаг? Ну вот, зачем Макрону это? Во-первых, я уже сказал, что уже многие смотрят вперед, многие смотрят вперед за войну, за горизонт войны. У него очень непростая ситуация внутри страны, но это выглядит достаточно... Поэтому, если ты неудачник внутри, пусть этим занимается министр, премьер-министр и правительство. А я выше этого. Я занимаюсь большой геополитикой. Ну, так всегда действуют президенты, у которых есть на это полномочия. Это так называемо, в Америке это называется имперским президентством. Имперское президентство, это когда президент ключевой внешнеполитический игрок, хотя у Конгресса очень серьезные полномочия во внешней политике. Но тем не менее, поскольку во внутренней политике у президента ограничены полномочия, американский президент для того, чтобы усилить президентское лидерство, сознательно переориентироваться на большую геополитику, мировую политику. Это отсюда и термин имперское президентство. Ну и Макрон так действует, это раз. Во-вторых, дело идет все равно к финализации войны, это два. В-третьих, есть соответствующий интерес Франции с Китаем для того, чтобы подыграть товарищу или госпредседателю Син Зепину в плане его мирного плана, извините за Коломбур или Топтологию, как лучше тут назвать, значит, подыграть, потому что Китай тоже дал некие преференции торгово-экономические, ну точнее, продолжил курс на сотрудничество с Францией и через Францию хочет и дальше сохранить Европейский Союз как рынок. И, кстати говоря, Европейский Союз тоже рассматривают своеобразную, отдельную, выстраивая сегодня такую особую стратегию по отношению к Китаю, которая бы не была исключительно фарватере Соединенных Штатов Америки. И вот это тоже поэтому выгодно. И, в-третьих, ну, если вот финализация наступит, то есть китайский, бразильский план, там еще какие планы, но есть еще и французский, а может быть будет и общий западный план, который больше будет учитывать интересы Украины. Потому что в китайском плане там речь идет о замораживании конфликта по нынешней линии фронта, а у Макрона уже ставится вопрос о предоставлении Украине надежной гарантии безопасности, что, в общем-то, является ключевым в послевоенном мирном урегулировании. Но не только освобождение территории, так, но и гарантии безопасности. Так что вот для чего Макрону это тоже надо. И пока там Шольц и с Урсулой Дерляйн там чухают, потылают все, как говорится, так, Макрон уже раз и все. Ему это с точки зрения выгодно внутренней политики. Чего вы отвлекаете человека там с какой-то пенсионной реформой, протестами? Он думает о мире во всем мире. Ну так вот, Рира. Ну да. И с другой стороны это имеет такой прикладной геополитический смысл. Китай же показал, что он первый выступил с такой большой мирной инициативой. Это демонстрация такого морального лидерства на фоне того, что американцы этот план отвергли и считали, что не время сейчас идти на мир. Но это нюансы же никто не разбираться не будет. Но вот теперь и Макрон тоже присоединился вот к этому хору миротворцев. Почему Лулу обидели в Соединенных Штатах Америки? Попугаем назвали? Оскорбительно вроде как для бразильцев. Ну, это же Южная Америка. Задний двор США не привыкли к этому. Начиная еще с начала 19-го столетия 1823-го года, когда была принята так называемая доктрина Монро. Но это не Мерилин Монро, а это был госсекретарь, США. Согласно этой доктрине это сфера влияния США, туда никто не должен заходить, вот на эту территорию, вот в этот регион. Это сфера интересов, сфера влияния США. Ну, как в свое время, потом уже, как бы, была доктрина Брежнева Восточная Европа, Центральная Европа, это сфера влияния Советского Союза, там Чкословакия, Венгрия, ну, еще до Брежнева, Венгрия, а потом Чкословакия особенно, 68-го года. Вот и так. Поэтому, конечно, им не очень нравится, когда там поднимают голову басалы бывшие, так и начинают идти перпендикулярно линии США. Ну, это так, если немножко поутрировать, но на самом деле, потому что Лула, первое, что помимо разного рода заявлений о создании мирного клуба государств, которые бы выработали, он что там выработали такой всеобщий формат решения конфликта, или как, ну, конфликта и финализации войны в Украине, так, с участием ключевых государств, а не только США. Это первое. Второе, но он же еще пакостит с экономической точки зрения, там, говорит, какого черта доллар является резервной и расчетной единицей? надо переходить на другие, на другие валюты, причем это сказал уже в Китае и после Китая, после визита в Китай. Почему это не юань и не песо, и не реал, например. Поэтому вот это практический смысл, потому что вот в воскресенье давала, по-моему, Фариде Закаре интервью Джанет Йеллен, министр финансов США, и она действительно выразила такое, ну, я бы не сказал серьезное, но нотка тревоги и беспокойства было по поводу того, что процесс дедоларизации как-то начинается. Она как бы обратила на это внимание, и поэтому, кстати говоря, очень аккуратно говорила о юридических инструментах конфискации замороженных активов российских, так, Центробанка России, и частных, и Центробанка для того, чтобы их пускать на, скажем, восстановление Украины, потому что это тогда, как средство сбережения, доллар уже начинает терять свою привлекательность. Ведь вкладывали деньги свободные в доллар, в разного рода государственные казначейские бумаги США, в качестве резерва в государство. США, Китай, сейчас все выводят, начинают потихоньку выводить. Россия начала выводить с 2014 года, готовясь уже к войне, в золото начали переводить, додолларизировать, ну, не все успели, но, тем не менее, Китай сейчас тоже активно происходит, что у них очень много в резервах, в долларовых резервах были. Теперь, начал уже как средство сбережения, как расчетная единица, поскольку нефть может торговаться между собой, между нефтяными, крупными нефтяными экспортными государствами, без привлечения доллара, а потом еще в качестве мирового резервной валюты, как валюты последней инстанции начнет. И тогда уже все, западная гегемония, которая держится во многом на долларе, ведь многополярность военная в мире давно уже, а вот финансовый, монетарной многополярности еще нет, потому что доллар есть доллар. Поэтому, конечно, вот такие призывы, которые звучат все чаще и чаще от нефтяных монархий Ближнего Востока, от Российской Федерации, от Китая, теперь от Лулы, а потом еще Мексика туда присоединит голос Абрадор президент такого левого направления, и там сложности тоже есть коммуникации с американским Белым домом, Аргентина и другие. Бразилия большая страна, точно не могу сказать, но под 200 миллионов там есть. Достаточно, кстати говоря, достаточно развитая страна. Эмбраеры летали в хорошее время на эмбраерах, или на бомбардерах. Эмбрая по-моему это канадские, а у них тоже среднемагистральные самолеты, а страна авиастроения, нефтедобычи, газодобычи, она развитая страна, между прочим, с вооруженными силами, крупнейшая страна Латинской Америки, Южной Америки. И вот это надо учитывать. Так что мир меняется, значит американцам тоже придется меняться, и нам надо будет меняться, потому что мы живем еще представлениями начала 90-х годов, когда была сформулирована эта датарина евроанталтической интеграции Украины. А мир меняется, все, надо искать будут другие ресурсы, возможности для скорректированного геополитического и экономического позиционирования. Ну ладно, это уже другая задача. Зря отшили Ирак, правильно? Ирак кто отшил? Кулеба, ну там Николенко, Министерство иностранных дел? Ну, давайте, давайте, как бы, все-таки, знаете, надо обращать внимание на восток, и надо действовать дипломатично. Не всегда решают какие-то грозные окрики, тем более мы сейчас не в таком положении. Дипломатическая хитрость, терпение, дипломатическое, правильное построение нарратива дипломатического риторики, дипломатической риторики и протокола, все это должно быть. Это с одной стороны мы хотим от них, а с другой отдачу в нашу пользу, а с другой стороны их начинаем получать. Поэтому тут надо действовать аккуратно, потому что до нас там поработали, мы это тоже должны понимать. И не все так в этом мире, не все, скажем, в этом мире скажем, будут, будут, нам, перед нами преклоняться. И идет борьба сегодня за, особенно за глобальную йогу или там третий мир, и надо быть готовым к такой борьбе, а не ожидать, что вот они автоматически в силу того, что мы жертвой агрессии, автоматически станут на нашу сторону. Не станут, да, если коротко. Не станут, если проводить верную, точную, хирургически, точную и ювелирную дипломатику. Очень коротко по поводу тональности, как себя вести. Блинкен, когда на J7 Хиросиму и Нагасаки бомбардировку комментировал, сказал, как это было страшно и ужасно, но не сказал, кто это сделал. Правильно сделал? Что? Что сказал? Ну, сказал, что это было ужасно. Ужас, страх, да, ну, а вот, собственно, и все. Не о причинах, не о... Ну, было и было. Ну, видите, тема такая, как бы, это отдельный сюжет. Ну, для чего дана голова и язык дипломат. Для того, чтобы иногда сказать так, чтобы ничего не сказал. Иногда промолчать там, где надо промолчать. И не промолчать там, где нельзя промолчать. Понятно, уже не мог в Японии выдачить, ничего не сказать. Про ужасные атомные бомбардировки. Ну, хотя бомбардировки Токио обычными авиабомбами унесли 140 тысяч человек. А Нагасаки и Хиросима больше 100. Чуть больше 100, меньше, чем 140. Другое дело, что лучевая болезнь затем догнала мной. Так, поэтому ужасно все. Бомбардировки жилых кварталов и городов это ужасно. Что гибнут люди, неважно, через атомное оружие или обычными авиабомбами. Ну, вот видите, но он же не сказал, почему 6-го, 9-го. Не извинился, да, не извинился. видите, это, кстати говоря, ну, они победители в Японии. Япония сейчас как бы страна, которая проиграла во Второй мировой войне, понесла. Ну, в общем, не наше это дело украинское. Просто они сами с собой разбираются. В рамках, ну, про риторику, в рамках, в рамках Большой Семерки пусть они разбираются. В конечном счете это дело японцев. Пусть они с ними там. Или претензии им выдвигают, либо еще какие-то вещи делают. А нам свои рабыть. А нам свои рабыть. А как рабыть, Вадим Юрьевич, когда соседи блокируют зерно по суше, Россия блокирует зерно по воде, и переговоры вроде бы как на правительственном уровне начали, а вот в тупик все зашло. А какой же, извините, тогда польской унии, вот как наша прошлая встреча, друзья, придите, посмотрите, но идет речь, если вот такие меры заградительные ставят соседи. Давайте так, разведем. Восточноевропейские соседи блокируют или там пытаются ограничить экспорт украинской сельхозпродукции, прежде всего зерна, кукурузы, и даже тоже молочные, на своей территории, а не на украинской территории. Так транзит даже нельзя. Подождите, но это их право транзита. А Россия блокирует наши черноморские порты. Горазные вещи, это наши территориальные могут. Так что давайте все-таки различать. Они это делают на своей территории для того, чтобы Европейский Союз все-таки дал им компенсацию за то, что Европейский Союз на время войны предоставил украинским фермерам, украинскому агробизнесу беспошлиную возможности беспошлиной торговки. То есть, когда украинцы, мы торгуем сельхозпродукцией с европейскими государствами, мы не платим за экспорт, мы не платим там за транзит. Это на время войны, для того, чтобы наша экономика все-таки сохраняла какую-то свою устойчивость хотя бы в плане агросектора. на фоне военной, военно-морской блокады черноморских портов. Поляки, что не вводят военные конвои для того, чтобы предотвратить зерно. фермеры выходят. Ну да, но фермеры это экономический интерес. И это, в принципе, решаемая задача, я думаю, Европейский Союз решит. Да, это неприятно. Да, на это надо было раньше обратить внимание, но можно и понять фермеров, потому что они теряют. Теряют казна Польши, теряют казна Венгрии, теряют казна Словакии сейчас. Вот Болгария и Румыния там на подходе. Но это вопрос не военный и даже не военно-политический. Это вопрос технический. Он будет решен. Это Европейский Союз или выделить там субсидию дополнительную, еще какой-то транш для того, чтобы компенсировать это восточно и центрально европейским фермерам убытки, которые они несут из-за беспошлиной торговли сельхозпродукцией Украины с Европейским Союзом. Посчитают. И затем этот вопрос будет решен. Ну, дай Бог, чтобы был решен. Просто в вопросе финализации, на которой вы указываете, финализации после контрнаступления, ну или там в каком бы виде мы его не получили от Генштаба вооруженных сил Украины, потому что никто не знает, как это будет, да и гадать, наверное, смысла нет. Как-то, в общем, очень своеобразно смотрится Путин, который едет на Херсонщину, потом на Луганщину, общается с генералами, тоже знаковыми. Путин метит территорию, что вот это, ну, скажем так, он не отдаст? метит, 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 смотрите, верховный главнокомандующий должны ездить на линию фронта, встречаться с генералами, это их работа. вот Путин туда поехал, а Зеленский поехал в Авдеевку. Что здесь такого исключительного? Во-вторых, каждый поехал, потому что каждый понимал, вот-вот и начнется, и почалось, наступление вот-вот и будет. Все. Вот скоро конец апреля, начало мая, вот оно и будет. Путин поехал для того, чтобы посмотреть, что там и как готово, не готово, выслушать доклады. Причем, а же где? На Ферсонском направлении и на Луганском. Ну, самые такие, кстати говоря, возможные направления удара со стороны ЗСУ. Севера или вот по Херсону, Запорожье, вот там. Зеленский, понятно, поехал для того, чтобы морально поддержать вооруженные силы Украины, тех, кто на фронте непосредственно, кто в окопах. Наверное, пообщается с командованием и тоже перед наступлением. Все, перед наступлением. Все теперь ждут, когда начнется операция, в какой день. Наверное, даты уже примерно понятны, разведки, работают, не контрразведки работают. Так что теперь говорится, решающие сражения. Я не думаю, что оно будет в виде Курской битвы, битвы еще на Куликовом поле или во время наполеоновских войн, или там битва по Таустерлицам, еще где-то. Но какие-то возможно серьезные такие наступательные порывы, попытка прорыва или прорывы будут. Не по всей линии фронта, но где будет сосредоточен основной ресурс, резерв. Ну вот и все, поехали. Поддержать, как говорится, своих генералов и своих солдат. Наш президент перед наступлением, они перед нашим наступлением, перед тем, как обороняться и прочее, какая выработка наступлений. Все железно. Не надо им сидеть там на фронте. Царь Николай II сидел, принял на себя командование на фронте, сидел в Могилеве, в штабном вагоне, где была ставка верховного главнокомандования. Ну и проморгал ситуацию в Петрограде. Сначала, нет, еще тогда в Петербурге, потом уже Петроград. Нет, уже Петроградом еще при царе было, да, переименование. Потому что Петербург это немецкий город, как там, воеваем с немцами, а город называется по-немецки, Санкт-Петербург. Тогда он стал Петроградом и проморгал всех там распутиных, всех и так далее. Это тоже неправильно, потому что кто-то там читал, что вот президент там или верховный главнокомандующий должен быть там. Нечего делать, там генералы должны быть, командующие группировками, направлениями. В конечном счете есть Денштаб, так, и главнокомандующий. военный, который отвечает за все это. Но президенты, это не знаю, что президенты должны где-то там далеко, в комфорте, они должны тоже. Рисковая работа, между прочим. Рисковая. Но зато очень многие хотят попасть на такую рисковую работу. Иначе бы не было президентских выборов, конкуренции такой. Я говорю не только про нашу страну вообще. Нет, ну конечно, что там на такую работу? Может, хоть бы на советника в офисе президента попасть? Потом можно... У нас в основном все внештатные советники. Потом можно диджей-сеты давать ночь на Пасху, и все будут радоваться, танцевать. Или встречаться, например, как другой экс-советник. В одном университете не пустили, но Поплавский пустил к себе в Институт культуры встретиться со студентами, и вот встречается. Я даже не знаю, о чем вы говорите, ну бог с ними, честно говоря. Да, вы будете? Сейчас же советников много очень как бы так развелось. Внештатных, и штатных, поэтому я уже не знаю, о ком бы, думаю, не стоит на них время тратить. Да. Я бы хотел очень важный вопрос задать. И он действительно меняет, корни меняет вообще общество в Украине. Потому что, ну, понятно, что там это дискуссия между Федоровым и Венеславским, там повестки, эти повестки в ДИИ, Федоров опровергает, Венеславский говорит, ну вот смотрите, рано или поздно у нас тоже придется делать, вот в России там это все, вот так будет выглядеть, нам тоже нужно все цифровизировать, диджитализировать. Но тут выходит киевский начальник военкомата, ну это там не военкомат, а центра, комплектования, в общем. И первым текстом говорит, что, мол, друзья, товарищи, все, учиться, креститься, жениться, все там как бы дела, ты можешь делать только со справкой из военкомата. Вроде бы понятно, ну, жесткая норма, но это меняет вообще отношение, внимание, как к настоящему, так и к будущему отношения людей, живущих в этой стране, или нет? Да. Ну, во-первых, справка, это уже старомодная, это уже архаика, вот поэтому нужна цифровизация. Вы представляете, сколько бумаги надо будет на такие справки? Пока что бы справку-то хватит. Поэтому, действительно, должна быть цифровизация, электронная справка, электронная досье на тех, у кого есть военно-учетная специальность для возможной новой мобилизации, чтобы это не было в виде хватания на улицах кого подряд, так, кого не попадя, как там высотский пел, а кто не попадя, едет в Тель-Вюк, а мне в нем некий, да, вот. Поэтому цифровизация, Россия приняла такой закон электронный, как там, повестка, да, по-моему, называется. То есть, и нам тоже придется для того, чтобы сделать современной, оцифрованной, мобилизационную модель, как призывную, кстати, для призывников, так и для, на случай необъявленной агрессии, войны и так далее. Ну, тем более, это же финализация войны, это же финализация нынешнего, театра на театре военных действий, мы же не знаем, как дальше будут развиваться события в мире. Холодная война, сдерживание, это же, смотрите, сколько Армения, Азербайджан. Ну, значит, это в какой-то степени в состоянии, да, нет военного положения, не надо нам, как в Египте, как ввели военное положение, институционное положение в 1973 году, так и до сих пор, я понимаю, там как бы выборов нет, потому что там выборы дают, так братья-мусульмане придут в власть. У нас нет таких угородов, и пророссийские силы не придут, их нет в власти. Там это есть, но все равно надо быть готовым для того, чтобы не было вот этого постоянного мобилизационного состояния, которое характерно для военного положения, военного станка. Необходимы вот такие современные модели, которые быстро переводят режим из спокойной нормальности и в чрезвычайшем. Все. Вот вопрос на это, мне кажется, можно закрывать. Потому что справками тут понятно, что бумаготворчество, оно уже никому не надо. Несовременно и неэкономно. А что еще там было у вас в втором части этого вопроса? Ну, как планы на жизнь, не будут строить украинцы? А, вот здесь правильно. Это вот хорошая часть вопроса, такая не техническая, политическая. Да надо создать такие условия мирные, комфортные, чтобы отсюда не уезжали от войны. Иначе будут отезжать от войны. Военное положение, например, снимут, ну, закончится военное положение, снимут ограничения на выезд для молодых людей. И тогда многие уедут, что они будут ожидать, а вдруг война новая будет. Их не устраивает это. Чтобы опять, многие же не хотят на полу. Так? Вот. Поэтому это да. Поэтому мы можем потерять работоспособную, дееспособную, скажем, и самую, с точки зрения возраста, активную часть общества. тут надо думать, потому что надо, это зависит от экономики, от работы. В конце концов, работа может быть достойной для многих молодых людей, которые просто уедут. Или их вывезут там, антифирмы разные и так далее. Восточную Европу, или на Западную Украину, или в Ужгород, и прочее. И там сделают хабы вот такие, и где будут наши ребята жить. Поэтому, конечно, это важный вопрос. И одно дело учёт. Он должен быть. И так далее. В Израиле, по крайней мере, тоже так живут. Но там с Израиля не так поедешь в арабские страны, соседи. А во-вторых, там всё-таки ещё мотивированность большая к сионистским проектам, землеобетованным, возвращением рассеянного еврейского народа на землю обетованную, к родным Палестинам. И не это Израиль, так? У нас этого нет. Поэтому, конечно, люди будут уезжать на Запад, или в Штаты, или в Европу, Британию, куда можно. Искать работоспособные, молодые, здоровые, умные, талантливые, а главное, молодые, вышущие энергии будут уезжать. Поэтому надо создавать мирные условия внутри Украины. Война закончится, надо думать о том, чтобы это не было чисто так информализованным, формальным перемирием, который может в любой момент воспламениться, вот эта замороженность, воспламениться эскалацией военной. А так, чтобы это люди почувствовали, что мир — это, да, это сложно, это непросто, это вообще, скажем, ситуация такая будет, может быть, и неустойчивая, но все-таки стремление к миру — это надо было. Значит, надо вот это думать сейчас, после того, как закончатся активные боевые действия, как выйти не просто на мир, как отсутствие стрельбы, отсутствие войны, а на мир, как полноценный мир, как гражданский мир, где человек может приложить свои таланты, усилия, и где может осуществить свою мечту, жизненный проект, а не искать это в тех странах, где это можно сделать в более безопасной обстановке. Вот почему проблема безопасности, гарантии безопасности после войны для Украины и для украинцев, Украина же абстрактная, для украинцев, это ключевой вопрос, после военной финализации, дипломатической финализации войны. Да, действительно, друзья, пожалуйста, подпишитесь на Вадима Карасёва, он будет отмечен как пользователь YouTube, поставьте лайк этому видео, напишите, что вы думаете об услышанном. Строги, Вадим Юрьевич, говорят, сходится всё вот к июню, и всё может остановиться именно в июне. Остановиться, имеется в виду, как бы замолчать пушки и начаться очень активный, жаркий месяц, комментариев, заявлений, дипломатии. Что думаете? Ну, что тут думать? Мы уже с вами давно об этом говорим, Бог знает сколько, да, что войну сворачивают. Так у нас было когда-то с вами записано видео, месяца там три назад. Это, конечно, да, в косе это всё будет понятно. Доступит военная стратегическая ясность. Всё. И уже по результатам или на основе этой военной ясности, новой военной ясности, что сегодня не ясность военная, вот уже будут приступят к завершающему этапу финализации войны, то есть финалу. кульминация сейчас вот до середины лета. Как там пелась песня? Где-то, где-то середина лета. Вот так оно будет. Кульминация и затем финализация. Потом ещё эпилог посткриптум. Ну, это уже будут ариергардные события. А вот сейчас они как бы в какой-то степени такие ключевые, решающие и определяющие. В одном флаконе. Да, будем наблюдать, ну и, конечно же, реагировать на всё происходящее, тем более, что видим, как прибывает полку миротворцев, которые готовы включиться в этот процесс раздела, мировых каких-то соглашений, планов, концепций. Вадим Юрьевич, спасибо за ваше время и ваши мысли. И вам, Александр, спасибо за то, что выслушали, создали вопросы, ну и сказали мне тоже спасибо. Да, друзья, всех, конечно же, призываем к тому, чтобы писать комментарии, ставить лайки, ну и, конечно же, всем желаем добра, и света. Берегите себя, берегите друг друга. Увидимся.